Добрый ранец и вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працует Александр Гамоля, сегодня у выпуску. У Москве пройшли дни Гомельской области, наш регион у российской столицы, в очима с дымочной бригады службы новинов. Вядуши Гомельского телебачения Александр Гавейко узначали у кампании по борьбе со снидом у нашем регионе. Народная артистка Беларуси, прима Гомельского драм-театра Людмила Корхова отзначила юбилей. А зараз об этом и не только, больше подробязно. Развитие межрегиональных связей во всех сферах, минавито так, можно сформулировать головную мету проведенных день Гомельской области в Москве. Что пропоновали россиянам, представники нашего региона и на кольки поспеховыми можно лечить проведенные перомовы, ведая Олег Сентюров. Три поверхи делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и литерарно ни одного свободного метра Гомельскую область в Москве на этот раз вырешили представить максимально полно от культурных особливостей до экономичных махтемыстей. Урещи, головная задача – знайти новых партнеров во всех сферах. Развитие межрегиональных связей для Гомельщины за все добро приоритетным накерунком. Дни Гомельской области в Москве, реальная махтемость их поширением. Если даже посмотреть сегодня всем известный Гомсельмаш, то мы сегодня видим, что там только для производства этого комбайна тысячи поставщиков. И если посмотреть глубже, то 60% комплектующих этого комбайна – это Российская Федерация. Поэтому говорит о многом, что дает возможность сегодня развиваться нашим регионам. И мы сегодня стремимся делать все возможное для того, чтобы эти связи укреплялись, для того, чтобы экономический потенциал совершенствовался. Для проведения перамов организаторы регион Гомельской области в Москве отвели некакие помешкания, а лет часто с встречи проходили непосредственно коллег-стендов. Гомельский технопарк со своими московскими партнерами, супросовершен, с 2008 года, а летиопер к этой относины повинны вывести на принципово новую уровень. Имеем четкую отраслевую специализацию, какие компании мы поддерживаем. И, кстати, компании в сфере информационных технологий подходят под эту стратегию. Поэтому гомельские компании, которые в Гомельском технопарке, именно в сфере информационных технологий, мы рассчитываем на то, что будем давать им возможность работать на российском рынке. А, соответственно, российские компании смогут пользоваться также услугами Гомельского технопарка. Сирот пропонуемых для суместной реализации инвестпроектов, бодовництва шребневых заводов, организации вытворчества, торфяных суместей для землеробства и кормовых добавок для живелого готовли, створение предприемства по перепроцессу лесных грибов и ягод на базе одного консервовых заводов. Сегодня эта дары природы для нас не больше, чем обычная сыровина, а при господарском подходе она может приносить куда больше значительные прибытки. Приезжая в Европу, в тоже Италию, мы видим белые грибы, которые по цене 5-7 евро, баночка 50-70 грамм стоит, а мы вывозим весь этот наш ценный продукт, вывозим в виде сырья, либо замороженные только, или в крайнем случае сушеные, и потом в том числе импортируем обратно, то есть реэкспорт делаем в Беларусь, уже в конечном продукте, который производится либо в Польше, либо еще в других странах. Свободная экономичная зона Гомель-Ратун на днях Гомельской области в Москве подписывает походнение по супрационнице с Московской гондово-промысловой палатой. Головная задача – взаимная потребность инвестиций. Причин для презентации СССР в российской столице задержали не только властные ресурсы, земное и высовывание космических технологий, ненавито так представил себе робот, распроцованный московской фирмой «Альфа-Роботикс». Это робот, который зовут КИКИ, он распроцованный одной из московских компаний. На днях Гомельской области в Москве робот презентовал в максимальности свободной экономичной зоны Гомель-Ратун. Ведь медальчик – користная речь, потому что робот может не только разговаривать, но и танцевать. У День-Ники Дён Гомельской области в Москве кажут, что программа оказалась настолько насыщенной, что она в этой экскурсии по российской столице провести не отрималась. У том, что Москва сдольная ураживать любого гостя, переконовать никого не треба, а лишь и задача делегации Гомельщины была совсем иншей. Развитие гонлево-экономичного и культурного сопротивления на основе взаимовыгодных интересов после завершения мероприемств и подписания ЦРГ-шерга погоднений, можно сказать, что поставленная мета досягнута. Крупные проекты, такие как в сфере нефтяной, металлургической, участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов, регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боятся укладывать средства, Беларусь не боится укладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как своей земле, и работают сегодня с нами, как своими людьми и братьями. Олег Сентяров, Йоген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Москвы. У Гомеля веншовали лепших наставников. На передании профессийных освят в областном доме наученцев собрались работники установы адукации из всей в области. Свято пройшло под девизом «Сердце отдают детям». Педагоги отримали узнагороды, гоноровые грамоты и каштовные презенты. Особливо означали ты, кто подрыхтовал выпускников, стобальников на ЦТ. Подарунком для усих стал святочный концерт. Его педагоги и наученцы подрыхтовали суместно. Все люди проходили через дошкольное образование, заканчивали средние школы, лицеи, гимназии, поступали в среднеспециальные высшие учебные заведения. И, конечно же, в каждой семье касалось образование. Поэтому это и носит статус именно всенародного праздника. До инших тем, 35% ВИЧ-инфицированных беларусов сегодня не ведаются об своим статусе. У братьбу за тоя, как минимизовать эту лечбу, уступили вядомые в Беларуси громадские активисты, телезорки и артысты. Я не денешься в рамках обеднанной программы ААН по ВИЧ. Сегодня эстафету компании по доброохотным тестированиям на ВИЧ примя Жлобин. У Гомлин такой акции побывала наш корреспондент Ганна Ковалева. За плечами у этих людей уже сотни километров. Активисты масштабного информационного проекта поспели побывать в Бресской, Могилевской и Витебской областях. Планы на Гомельщину – это наведывание областного центра и Жлобина. Тут актив сустрелся с журналистами и, самое главное, сотнями молодых людей, как бы рассказать об значимости тестирования на ВИЧ. Дарочи, как показывает практика, сучасное громадство и у приватности молодь больше важлива слуха и меркования медийных особ, чем специалистов в белых халатах. Очень давно мы все говорим о ВИЧ-инфекции ОСПИДе. И когда об этом говорят как раз медицинские работники, то очень часто люди это просто не воспринимают. Потому что либо мы говорим непонятным языком, скучным языком, и другое дело совсем, когда говорят люди, которых хорошо знают, которых узнают, и которые могут наши вот эти серьезные, заумные, непонятные вещи перевести на обычный язык. Это те люди, в общем-то, которых услышат и на которых обратят внимание. Вся роду дельника у проекта ведомые артисты, теле, раду и ведущие Светлана Боровская, Денис Дудинский, лидеры гурта «Джейморс» Владимир Пугач. Я постепенно пришел к пониманию того, что ВИЧ на сегодняшний день – это беда, которая может коснуться абсолютно каждого, и что, по сути дела, к нему можно уже сегодня относиться, как к любому тяжелому хроническому заболеванию, например, как диабет или как гепатит. У каждой в области, куда и проезжая, акты у проекта вызначаются представник компании. Так, у Гомельской в области им обвешаны телеведущие телеканала «Беларусь-4 Гомель» Александр Гавейко. Безусловно, это интересно. Я очень надеюсь, что эта работа принесет не только мне удовольствие, но и пользу обществу. Первый шаг, который я сделал для себя – это экспресс-тест на ВИЧ. Неделю этот комплект находился в ящике рабочего стола. Неделю я не мог подобраться, собраться с силами и мыслями, как это сделать. Хотя все достаточно просто. Но, как бы ты ни был уверен в себе, своих близких, этот шаг нужно сделать для собственной безопасности, для собственного здоровья и спокойствия своих родных и близких. Экспресс-тестирование на ВИЧ – последняя сучастная альтернатива анализу крови. Его выник вядомы про 20 хвилин. Выпуск таких тестов уже наладили в Беларуси. В худшем часе станет мягким им набыть его и сделать самостоянно. А поколь выпробовать новинку пропоновали подчас акции у Гомеля. Вот сегодня я была в центре, куда приходят наркозависимые. И они говорят, а что сдавать? Вроде у меня не должно быть. И он каждый день об этом думает и волнуется. А когда человек приходит, и ему говорят, все хорошо, в случае, если все хорошо. Это такая радость. Это не стоит тех 20 минут волнений, которые я испытала. Но зато я абсолютно радуюсь. А вы волнуетесь каждый день. И это неправильно думать, что это не со мной. Поверьте, в вашей среде и среди ваших знакомых обязательно есть один ВИЧ-инфицированный. Вы просто об этом не знаете. Или хуже всего об этом не знает он сам. Донести до людей разумение этого и головное наткнить на тестирование мета, до какой у всех эти люди и мкнутся. Все лето я не так само наведают Гродно, Пинск и Молодечна. Реализация проекта протягнется и в наступном годе. И по прогнозам, махчима уже про 3 годы, Беларусь отримает шанс стать одной из немногих к краям свету, где свой статус ВИЧ ведают 90% насильництва. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель». Народная артистка Беларуси Людмила Корхова означила свой юбилей. Прима областного драмтеатру на гомельской сцене Амаль 50 годов. Павеншавала юбиляршу и наш корреспондент Настасья Кучинская. Гэта актриса можа быць упрыгожванем любого столичного театра, як у нас, так и замяжуй. Так казаў пра Людмилу Корхаву сусветно вядомы театральный режиссер Рыт Талипаў. Яркая, праніклівая, смелая и свободная. Адважна ў прыняці рашыню, глыбокая особа и целостная натура. Так говораць пра Людмилу Константиновну люди, які ведаюць яе особиста. А баянні талент Гэта актрысы покарыли многих. Той жары Талипа улечыў, што Людмила Корхава варта особистага театра. Я старалась жить по совести, по чести. Не лгать, не фальшивить, не предавать. И старалась очень честно заниматься своим делом. Я выбрала эту профессию, я служила и служу театру. Людмила Константиновна народилась ў Чачерску. Вучылася на актрысу в Белорусским театральном остатским институте. Пасля заканчэння працавала дыктором на Белорусским талебачыне. Але сердца артыстки завсёды належала театру. Тому ў 1968 годзі яна разам з мужам, артыстам Александрам Лауриновичам, пераезжаю ў Гомель, капачаць работу ў Русским драматычным театры. Цепер гэта Гомельскі обласнын драмтеатр. Яму Людмила Корхава служыць амальпа ў Стагодзе. За гэтыча сыграла больше як полторы сотні ролёв. Трэззі галуныя. Она гибкий партнёр. С ней можна работать и в драматических ролях, и в комедийных ролях. Она одинакова. Она слушайца партнёра, она помогает партнёру. Ни в коем случае не тянет одеяла на сябя. У дзейна раджыння Людмилы Константиновны – любимая класіка. Спектакль по мотывах Достоевскага – чароўны сон. І, канешні, галуная жанучая роля. Адмовная неприемная Марья Маскалёва ў Достоевскага ў выкананні Людмилы Корхава и выклікаў глядачоў паразумэній навыц захаплэння. Часам падаецца, што некалі з гэтай жанчыны ўжо сустракаўся. Пероўсаблэнні і жыцёвая праўда – галуныя прынцыпыль системы Станиславскага. Той самай класікі, якую так паважае народная артыстка. Неордынарнаць асобы праўляецца ваўсім. Навадзён нараджэнне Людмила Константіна ўна адзначае два. Одзін ў верасні, другі пашпарты – 8 листапада. Галуныя юбилейны ўрачыстасці ў гонар Людмилы Корхавай ў театры плануюць миновіта на гэты дзень. Настася Кучынская, Игор Марышчынка. Тэлі радуя кампания «Гомель». Сем каманд прынялі ў дзел ў чемпінаці абласной арганізаціі спортоварыства «Дынамо» па службовым шматбургі. Спавбурністы прайшлі ў «Гомелі». Свою спортывну падрыхтолку дэмастрывалі супрацовнікі органав правопарадку і бяспекі. У кожной камандзі па чатыры чалавекі. Моцнейших выявлялі ў трох дисциплінах – стральбе, плаванні і бегу. Спорт не толька в моў жызні, но і в жызні каждого офіцера снімает немаловажну роль, потому што каждый сатрудник просто обязан обладаць физическими навыками, якімі-то умэнями, што бы в сложной ситуации сложився какой-либо, умець примініть своі навыки на практиці. Сореновацься, конечно ж, тяжело, потому што сатрудники очень хорошо подготовлены физически, і поэтому мы только стараемся хотя бы не отставать, а иногда даже і побеждать. В минулым годзі перамагла каманда обласного управління департамента Аховы. Другое місце було у супрацовніка управління унутрніх справ. Все літа ГТА колективы так само подтверділі статус фаворитів. Правда, у лідіруючай групі отбылась ракіровка. Каманда управління унутрніх справ пасля першого етапа узначаліла агульний залік і не пакідала першого місця на протягу усіх споборніствів. Департамент Аховы размістівся на другім ратку. За третє місце вялась напружанная боротьба. Пасля стральбы і плавання Каманда вайськовой части 1242 на нікалькі балов апереджувала спортсмену управління слідчага комітета. Усё вырошув забег на полторы тысячи метров. У супрацовнікав слідчага комітета отрималася апередзіць пограничнікав і узайсті на підыстал гонору. Гэта інші новіны ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.cvergomil.by На гэтым випуск завершений. У студії працавав Олександр Гамоля. Добрых вам новінов і до зустрічі в ефірі.